Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». В студии Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. Бюджет краить, не шапку шить. Госсовет Чувашии принял бюджет Республики на 2018 год и плановый период до 2020 года. До и после. Как чебоксарцы оценивают качество отремонтированных дворов? Мир с экрана. Сегодня отмечается Всемирный день телевидения. Госсовет Чувашии большинством голосов принял бюджет Республики на 2018 год и плановый период до 2020 года. Напомним, после нескольких лет перерыва казна вновь рассчитывается на три года вперед. Чем еще главный финансовый документ Чувашии отличается от предыдущих и как оценивают его парламентарии в нашем сюжете? Таким образом, с учетом доведенных до нас сегодня межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, доходы республиканского бюджета на 2018 год предлагается утвердить в общем объеме 43 миллиарда рублей. На 2019 год по объеме 38,6 миллиардов, на 2020 – 40 миллиардов рублей. С учетом этого, расходы на 2018 год запланированы в объеме 42 миллиарда 957 миллионов рублей, что в целом на уровне 2017 года. Министр финансов подробно остановилась на всех статьях расходов. Как обычно, самая большая из них – образование. Только в следующем году отрасль может рассчитывать на 12,5 миллиардов рублей. На поддержку инвалидов, малоимущих, других льготных категорий будет направлено более 6 миллиардов рублей. Чтобы не запутаться в цифрах, скажем, все основные направления финансируются с увеличением. Светлана Янилина отметила, тактической задачей 2018 года, как и предыдущих пяти лет, является выполнение майских указов президента Владимира Путина. Особое внимание будет уделено обеспечению показателей достижения индикаторов роста зарплаты работникам бюджетной сферы. Повышение зарплаты указанным категориям работников бюджетной сферы будет осуществляться поэтапно, в соответствии с установленными индикативами и с учетом изменения размера средней зарплаты по экономике. Частично мы распределили по направлениям 800 миллионов рублей. Также на эти цели в 2018 году предусмотрены средства в резервном фонде Чувашской республики. Возрастут объемы безвозмездных вливаний с федерального бюджета. Только дотация на выравнивание межбюджетных отношений увеличится на 12 с лишним процентов. Таким образом, правительство России оценило работу Чувашия по сокращению госдолга. Сегодня он составляет 12 миллиардов рублей и в течение ближайших трех лет должен уменьшиться еще на 5 процентов. Соответственно, сокращаются расходы на его обслуживание. Кроме того, дополнительные финансовые силы республике придает и решение главы государства о реструктуризации долговых обязательств. Вместо 4,5 миллиардов рублей в следующем году Чувашия должна вернуть около 350 миллионов. Конечно, положительная инициатива здесь федерального центра. Это однозначно надо поддерживать. И вообще та тенденция, направленная на замещение коммерческих кредитов, которые есть у регионов, бюджетными кредитами, а тем более вот такие возможности, их надо использовать. Я считаю, что республика должна это использовать для увеличения решения социальных вопросов. Именно такие социальные направленности – это очень важно, понимаете? Очень важно, где именно особенно в здравоохранении, образовании. Конечно, может быть, где-то обязательно надо и льготникам не забывать. Это, конечно, очень большое пособие. Однако поводов для споров тоже хватило. Самое главное – где взять деньги на выплату за третьих детей, родившихся в 2017 году. Со следующего года, напомним, республика вновь будет получать средства из федерального бюджета, но младенцы этого года остаются обиженными, настаивала оппозиция. Интересно, а есть в этом зале хоть кто-то, кого эта проблема не заботит? Обратился к коллегам спикер Валерий Филимонов. В августе 2016 года, помните, письмо написали в адрес председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева со своими заботами, то, что в отношении детей. Есть предложение, давайте мы подготовим такое письмо, обращение в адрес, наверное, и Государственной Думы Российской Федерации, и в адрес председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. В целом же, по мнению большинства парламентариев, бюджет 2018 года и на плановый период до 2020-го вполне рабочий. Сам бюджет понятен, и вектор направления его задан, и понятен, конкретен. Есть, конечно, всегда что добавить, с чем можно согласиться, с чем нельзя согласиться. Бюджет на 2018 год и плановый период до 2020-го в первом чтении принят. К его рассмотрению депутаты вернутся 30 ноября, а окончательно параметры казны должны утвердить до 4 декабря. Документ очень даже рабочий, и то, что его сегодня принимаем и сегодня обязаны принимать, это прежде всего для того, чтобы бюджет заработал прямо с 1 января. Чтобы главные распределители бюджетных средств, главные получатели и главные потребители бюджетных средств могли уже в декабре распланировать, если надо проводить конкурсные работы на ремонтную и строительную работу, уже к этим конкурсным процедурам уже провели эти конкурсные процедуры. А так, чтобы работники, получающие заработную плату из бюджета, вовремя получали заработную плату. В общем, бюджет нужно принять вовремя, что сегодня было и сделано в первом чтении. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. Республика продолжит развивать информационные технологии в области здравоохранения. В качестве партнеров готовы выступить представители Российско-Сингапурского делового совета. Сегодня они встречались с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Подробности в следующем сюжете. Внедрение инноваций в сферу медицины – одна из задач Российско-Сингапурской комиссии. В Республике представители делового совета двух стран намерены реализовать проект, не имеющий аналогов в мире. Уже в следующем году на базе онкологического диспансера появится уникальная система удаленного контроля за пациентами. Именно так называемый ключевой момент, когда пациент обладает определенным медицинским оборудованием, на себе носимым, и который в онлайне, благодаря определенной платформе, передает данные о состоянии здоровья, вплоть до экспертизы и возможности инфарктного состояния в течение пяти дней. На сегодняшний момент практические решения, технологические решения, которые применяются и реализуются в Сингапуре, я полагаю, что могли бы быть применены у нас, но реализованы с учетом той специфики, законодательной специфики, которая существует в Российской Федерации. Благодаря тем проектам, которые на сегодняшний момент реализуются в регионе, в частности у вас, мы можем достаточно серьезно восполнить и дополнить те инфраструктурные решения в области медицины, которые сейчас реализуются за рубежом. В качестве пилотной площадки республика выбрана не случайно. В этом году в Чебоксарах открылся региональный центр телемедицины. Удаленные консультации приносят свой эффект. За последние пять лет в республике смертность от новообразований стремительно сократилась. Впервые за последние годы, 5-10 лет, мы добились хороших результатов. Снижение смертности в 7% где-то, если перевести физических людей, это тоже значимо для нас. Коренной перелом произошел. И на этой основе мы, конечно, сейчас будем популяризировать, чтобы на ранней стадии люди, проходя диспансеризации, проходили разные процедуры, когда на ранней стадии эти болезни излечимы. Новации телемедицины должны помочь увеличить выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии. Когда начался в 2015 году скрининг молочной железы, мы никогда не диагностировали на доклинической стадии еще начальный совершенно рак молочной железы. На сегодняшний день это у нас уже присутствует в обычном порядке. Мы с помощью вот этой программы обучили всех рентгенобарантов всей республики правильно делать снимки. Ну и плюс ко всему вот эта телемедицина постоянная консультация. Это же ведь не просто консультация плюс для пациента. У нас очень много пациентов перестали просто туда ездить, потому что нет в этом потребности, потому что консультация проходит здесь. Все те предложения, которые вы сейчас своей стороной озвучите, мы возьмем денежки для работы, для данного нашего сотрудничества. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с представителями банковской сферы. Сейчас она насчитывает более 40 организаций. Стороны обсудили детально динамику финансового рынка. В республике продолжает расти спрос на кредиты, причем за ними стали чаще обращаться предприниматели. Для стабильной работы банковской системы и в последующие годы все предпосылки есть, отметил глава региона Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах начали принимать благоустроенные дворы, которые в этом году ремонтировали по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Потребовались ли нашему корреспонденту Ольге Пырочкиной резиновые сапоги, смотрите в репортаже. Давайте я вам покажу, как я тут раскатываюсь. Вот так стою и до ста считаю вот так. Раз. Видите, скакаю? Три, четыре. Прямо под окнами у нее теперь мини-стадион. Радуется Анна Федотовна. В свои 88 она сначала занимается на тренажерах, потом проходит несколько кругов по отремонтированным тротуарам и отдыхает на качелях. Все это во дворе одного из домов по Московскому проспекту появилось в рамках программы формирования комфортной городской среды. Прекрасно сделали, не только хорошо. Во-первых, для детей это раз. И для нас. Вот наши скамеечки. Видите? Несмотря на мелкие недочеты, например, отсутствие песчаных насыпей у съездов с горок, двор производит впечатление действительно благоустроенного. Чего не скажешь о дворе по улице Пролетарская. Удивительно, но с подобных съемок я никак не могу приехать в чистые обуви. Кроме отремонтированных проездов, обустройство парковки здесь поставили хоккейную коробку. Подходы к ней не сделаны, освещения нет. Сегодня что мы здесь делаем? Мы сейчас открываем одну из дворовых территорий. Согласно программе комфортная городская среда, выполнена в этом 2017 году. Что имеете в виду? Ну вот, например. Не подобраться же к реке площадке. Газон сейчас погодные условия такие. Заторфуем и посеем газонной травой уже по весне доработаем. Согласно контракту, подрядчик несет гарантию в течение шести лет. Для освещения коробки до начала хоккейного сезона обещали также поставить прожекторы. У дома по проспекту 9-й пятилетки 8 наоборот. Поставили все, что необходимо. А убрать остатки старых конструкций забыли. Мы постоянно говорим, что при демонтаже старых форм архитектурных, малых форм, нужно устранять фундаментные вещи, то, что вкопано в землю. Вот если мы здесь смотрим, вот посмотрите, вот эти вот железные части, они очень травмоопасны. Нельзя их оставлять, тем более вот рядом, допустим, вот с лазилкой с детской. С вопросом, кто и каким образом будет принимать работу, мы обратились к представителям столичной администрации. Инициативная группа должна, жители должны принять эти работы, высказать свои замечания. Замечания будут устранены. После этого мы уже в управлении ЖК благоустройства, как заказчики, подписываем акты выполненных работ подрядчикам. И там акты законченного строительства. Удивительно, но замечаний у представителей ТОСов, как правило, нет. Мы же привыкли визуализировать. Нам хочется, чтобы это была зеленая травка, чтобы пели птички. Ждем начала периода, когда наступит весна, когда будет все это в таком виде, в котором мы себе это представляем. Как птички и травка могут поправить, вот так установленные опоры освещения мы не знаем. На благоустройство дворов и общественных пространств. Из федерального бюджета в 2017 году республики выделили более 260 миллионов рублей. Еще около 20 на эти цели выделили из казны региональной. За эти деньги можно было сделать не просто лучше, чем было раньше, а как положено по нормативам. Ольга Пырычкина, Рене Гавилян, Республика. Мир с экрана. Сегодня отмечается Всемирный день телевидения. Как делаются новости, что творится в студии во время прямых эфиров и каково это работать на ТВ, ответы в репортаже Татьяны Леонтьевой. Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. Вот так выглядит национальное телевидение в эфире, а вот так в реальности. Вы мечтали побывать на фабрике новостей? Тогда прильните поближе к экрану. Мы начинаем нашу экскурсию. Начнем с места, где рождаются новости. Это редакция телевидения. Давайте заглянем к нашим коллегам. Для того, чтобы получился текст, многого не нужно. Нужен компьютер, стол и самое главное вдохновение. Но что делать, если его нет? Давайте узнаем. Дима, привет. Скажи, пожалуйста, что делать, когда вдохновения нет? Как ты из этой ситуации выкручиваешься? Отстань, Леонтьева, пишу текст. Ну что ты делаешь? Расскажи. Вот как ты настраиваешься на то, чтобы вот что-то у тебя получилось? Обязательно. Чтобы найти вдохновение, особенно на такие сложные темы для экономических программ, обязательно нужно посмотреть хотя бы час какого-нибудь сериала, выпить кружку кофе, поэтому все время кружку со мной. А еще, ну если капец какая прям сложная тема, то вот беру листок и кидаю своего самого нелюбимого корреспондента. А, теперь я знаю, почему ты кидаешься. Когда текст написан, журналист идет на монтаж. Вот именно здесь происходит все самое интересное. Кстати, когда мы берем интервью у наших гостей, мы им часто говорим, не волнуйтесь, мы вас порежем. Так вот, именно здесь сидят те люди, которые и режут наших гостей. Саша, привет. Привет. Саша, скажи, пожалуйста, а кого резать сложнее? Наверное, детей. А почему? Потому что они не всегда говорят четко, но зато это забавно. Саша, ну ты у нас повелитель видео, а какие еще крутые штуки ты можешь сделать с видеорядом? Допустим, мальчику могу я сменить цвет рубашки, могу это все анимировать, будет вращаться. Очень много смешных моментов остается за кадром, ровно как и неудачных дублей, но наши режиссеры их заботливо хранят. Ай, 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 яблочко-калинка! И кюленью зэмэндивол шанчикло. Сегодня у нас в студии председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Вениамин Иванович, добрый вечер. Здравствуйте. Сюжет готов и его можно выдавать в эфир. Кто за это отвечает? Инженеры телевидения. Добро пожаловать в центральную аппаратную. Вот она здесь, Артем. Артем, привет. А как сюжет выходит в эфир? Ну, сюжет выпускается через программу Синеджи. Сюда загружается, запускает плей и как бы выходит в эфир. А теперь отправляемся в святую святых, в нашу студию. Здесь как раз наша ведущая Юлия Важенина готовится к вечернему выпуску новостей. Юлия, привет. Что делаешь для того, чтобы речь звучала четко и каждый житель республики и нашей страны тебя услышал и понял? Конечно же скороговорки, куда без них. Скороговорун скороговорил, выскороговаривал, что все скороговорки перескороговорить да перевыскороговорить. Но за скороговорившись, скороговорун скороговорил, что всех скороговорок ему не перескороговорить, не перевыскороговорить. Ну а теперь хотелось бы остановиться на том, что наши новости всегда выходят в прямом эфире, а прямой эфир это стресс, это переживания, это нервы. Как справляешься? Ну да, это стресс, это очень важно, потому что здесь и сейчас ты вещаешь, тебя смотрит вся республика, И нельзя облажаться, нельзя сказать что-то не так. Работа на телевидении помогает нам побывать там, где душа пожелает. Например, в Париже. Или, например, в Китае. Или на настоящем морском курорте. А здесь очень даже хорошо. Но в основном мы бываем здесь, в этой студии. Ну, руководит всем рабочим процессом наш директор Оксана Очкасова. Оксана Ивановна, ну расскажите о грядущих планах нашего телеканала. Ой, планы у нас, как обычно, наполеоновские. Приехала новая техника, это значит, что мы будем еще круче снимать. Это будет еще более качественная картинка. Я думаю, что мы много всего нового телезрителям подарим. Я думаю, что всех мы порадуем нашей новогодней. Новогодний, новогодним сбором разных передач и концертов, которые точно порадуют всех. Ну и, конечно, на новый сезон, ну как на новый сезон, с января, ну практически, да, со второй половины января. В эфире появятся новые программы, это будет и новое утро. Ну еще много всего, сюрпризы, как обычно, будут. Я думаю, что не обманем ожиданий. Ну что, всех нас с этим прекрасным праздником, с Всемирным днем телевидения, ура. Ну а я присоединяюсь к вышесказанным поздравлениям и отправляюсь делать другие новости. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Атлетов, борцов, армрестлеров, всех, кого можно назвать гордостью чувашского спорта, сегодня честовали в Ледовом дворце Чебоксара-арена. Это ежегодное традиционное мероприятие, где награждают спортсменов, покоривших новые спортивные вершины. В центре внимания за чашечкой чая элита чувашского спорта. Лучшие из лучших. Своими достижениями в этом году они прославили Чувашию на международных аренах. Каждый имеет целую коллекцию высоких наград. Мастер железных игр Полина Кириллова завоевала золото, прошедшего в США первенство мира среди юниорок. Алена Тимофеева стала второй в первенстве мира по вольной борьбе. В русских шашках нашу республику прославляет Данил Леонидов. Рамиль Гарифулин и Дмитрий Кудряшов блистали в Венгрии на чемпионате мира по армрестлингу среди спортсменов с особенностями здоровья. В первенстве мира по палеотлону лучше стала Дарья Мишанина. Алексей Германов победил в чемпионате Европы по спортивной аэробике. Спортсмены, говорят, соревновались с известными чемпионами мира, поэтому обойти их особенно почетно. Если брать весь сезон, 2017 год, по итогам 10 месяцев, более 100 медалей международного уровня удалось нашим спортсменам завоевать. Я уже отметил 174 членов сборной команды Российской Федерации в этом году. Это действительно историческое событие. Результат слаженной работы тренеров, спортсменов и сама система подготовки спортивного резерва, которая на сегодняшний день сформирована, она даст свои плоды и в будущем. Разные виды спорта, но все чувашские спортсмены как одна команда, как единая сборная. И цель у них одна – всегда отстаивать честь своей родины. Рифат Фаткулин, Арына Гавелян, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь, а впереди еще полезная информация о том, как поддерживать свое здоровье осенью и наступающей зимой. Осенью после сезона дачных подвигов у садоводов и огородников часто обостряются боли в позвоночнике и суставах. Гастрит и язвы зашкаливает давление. По праве здоровья могут помочь уже давно знакомые чебоксарцам аппараты магнитотерапии от компании «Еломет». Они разработаны с учетом накопленных научных данных о лечебном воздействии магнитного поля на организм человека. Универсальными аппаратами, которые производит компания «Еломет», оснащены физиотерапевтические отделения многих больниц города и республики. Валентина Гурьевна всю жизнь работала на заводе. Последнее время из-за остеохондроза начали неметь руки. Врач назначил курс лечения. У меня руки анемели, спина очень болела, поясница болела. Вот предложили мне на алмаге лечиться. Симптомы уже начали успокаиваться, немножко успокоились. Себя чувствую комфортно, легче. Магнитное поле – очень, конечно, чудное явление в природе. Мы состоим, как знаем, состоим из жидкости, из воды 80%, плюс-минус, как считается. И, конечно, это не просто вода, это заряженная частичка, это соли наши. Они, создавая магнитное поле в организме, заряженные частички начинают ускорено движение к противоположному полюсу. И, конечно, ускоряет скоробращение, резервные капилляры открываются. Аппарат «Алмаг-1» предназначен для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний, в том числе таких распространенных, как артрит, артроз, остеохондроз. Принцип работы аппарата прост. Нужно наложить его на 20 минут на больное место. Под воздействием магнитных импульсов уменьшается отек и воспаление, проходит боль. Магнитное поле проникает в ткани без эффекта прогревания. Процедуру можно проводить прямо в одежде. У меня начали болеть суставы, колени и поясница тоже. Тогда мне врачи посоветовали лечиться вот этим аппаратом. Этот аппарат мне очень нравится. Он простой, не нужно раздеваться. Я думаю, что приобрести такой аппарат для использования дома необходимо. Купить аппараты магнитотерапии можно в ближайшем магазине «Медтехника». Там же можно получить подробную консультацию специалиста и узнать о противопоказаниях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин